Когда люди из разных регионов и разных стран женятся, выходят замуж, у них же бывают разные менталитеты, правильно? То есть как они потом ладят друг с другом? Не бывает ли на этой теме, на этой почве каких-то моментов, которые приводят к разводу? То есть там, еда не так готовится, или там, разговор не так идет, или еще что-то. Когда ты покупаешь машину, и ты знаешь, что у него есть развал схождения, ты когда едешь, ты знаешь, что у тебя руль будет тянуть в какую-то сторону. И ты уже всю дорогу, когда едешь, ты уже, осознавая это, ты же на машине не нервничаешься, едешь, ты уже знаешь, какую ты взял, правильно? То же самое ты взял, купил велосипед с кривым колесом, ну и едешь. Здесь, когда человек подходит к браку интернациональному, он должен много что взвесить. Вначале будет некая эйфория, это красота, это какая-то изюминка, это что-то новое в моей жизни и все остальное. Не учитывая того, что там могут быть свои тараканы, с которыми ты должен смириться и жить. Хорошо? И когда ты это понимаешь, это как с машиной. Ты уже вот начинаешь жить, и ты сталкиваешься с менталитетом, который для тебя чуждый. Ты его не понимаешь. И тот, который сразу пытается это сломать, под себя все подогнуть, вот здесь всеми разваливаются. Потому что, как посланник Аллаха Саусалим сказал, женщина создана из ребра. И если человек захочет его выровнять, он его сломает. Перелом — это тарак. Вот выровнять означает все. Ее нрав, ее этикет, ее все. То есть, если ты захочешь резко это сделать. Есть вещи, которые подлежат исправлению. Но это приходит с жизнью. Когда, например, ты ради любимого человека готов к какими-то своими вещами. У тебя вкус может поменяться. У тебя может отношение поменяться. Ты меняешься. И она меняется. И тогда происходит некая гормония. Ты мягкий становишься, она мягкая. И вот здесь все объединяется. Но если же человек подходит к интернациональной семье и говорит, у нас дома, у нас в народе. И это начинает вот так по столу бить говорить, то все, это конец.